Нити души Философское название отражает не менее глубокий смысл этой постановки Личная драма человека, вечная борьба внутри себя Тема сложного жизненного выбора Задумку режиссера артисты рассказывают без слов, передают в пластике Самое главное это передать то состояние, что человека что-то держит в этом мире, в этой жизни Что не все так просто и у каждого есть свои проблемы И несмотря на это нужно уметь что-то отпускать, а что-то оставлять в своей жизни Вот об этом это танец От забавок фабрики смыслов Перемена названия коллектива с философской подоплекой Пять лет назад их объединило желание красиво двигаться под музыку Выступали, вместе взрослели и приняли общее решение Сделать искусство танца профессией Идеи для постановок тщательно прорабатывают, разбирают каждую историю Выстраивают сюжетную линию и оттачивают движения на репетициях Для начала мы подбираем обязательно музыкальный материал Обычно это классическая музыка Или если это даже эстрадный вокал То он тоже обычно с каким-то глубокой идеей, глубоким смыслом Отталкиваемся от музыки И преподносим своей хореографии обязательно какой-нибудь креатив Чаще всего это бывает какой-то инвентарь Или может быть это какая-нибудь своеобразная идея в костюме То есть где-то у нас, например, девочки одеваются, где-то раздеваются Где-то у нас танец со стульями, где-то с лавками Ну мы считаем, что мы такой преподносим ноу-хау в хореографию таким образом Свой творческий путь артисты начали в поселке Просвет В этом году коллектив получил поддержку от администрации Волжского района И сегодня он известен далеко за пределами Самарской области Они покоряют сцены в Санкт-Петербурге, Волгограде и Сочи Занимают призовые места, становятся лауреатами И, конечно, Театр танцев «Фабрика смыслов» Стал постоянным участником губернского фестиваля «Рожденные в сердце России» Овации и крики «Браво» Эмоции неподдельные Артисты погружаются в созданные образы Их педагоги уверены, искусство рождается и живет в том, во что по-настоящему вложили частичку своей души Детей мы учим не только какой-то технике исполнения Мы их прежде всего и воспитываем, стараемся внести в каждого что-то более высокое И поэтому у нас они всегда танцуют именно от души, стараются передать свой характер, все свои эмоции зрителям Ну, конечно, это выступление на сцене театра оперы и балета для нас это всегда очень почетно Наши дети всегда любят, это наша самая любимая сцена И зрители всегда благодарны, но все-таки больше эмоций, наверное, вызывают у них именно выступление на сцене театра В основном составе театра танца «Фабрика смыслов» 10 актрис Коллектив – настоящая гордость Волжского района Они не боятся экспериментировать, создавать новые образы и постоянно находятся в творческом поиске И даже в жаркие месяцы, когда их сверстники будут отдыхать на каникулах, намерены интенсивно работать В планах поездка в теплые края, не забавы ради, а пользы для На Черноморском побережье девушки примут участие в конкурсах И, может быть, добавят уже к имеющимся грамотам и дипломам новые награды Собрать и разобрать автомат Калашникова на скорость Пробежать кросс, не просто уложившись в норматив, а установив пусть не мировой, а личный рекорд Ставку на развитие детского спорта сделали в Волжском районе Самарской области Это не только положительно влияет на здоровье подрастающего поколения, но и организует его досуг Уверены в местной администрации Мы осуществляем трудоустройство несовершеннолетних В этом направлении работает Дом молодежных организаций Ребята могут заработать свои первые деньги Мы привлекаем ребят в общественные объединения и организации В дворовые отряды, военно-патриотические клубы В настоящий момент на территории района работает шесть военно-патриотических клубов В этом году их станет больше Они пользуются особой популярностью не только у мальчишек, но и у девчонок У нас в районе проходит очень много молодежных акций Молодежных фестивалей, различных конкурсов Поэтому каждый молодой человек может найти себе какое-то интересное занятие Какое-то интересное мероприятие, которое будет именно ему по душе Особое внимание в Орском районе уделяют организации семейного досуга Праздники, в которых участвуют мамы и папы, ну и, конечно, непоседливые чадо, объединяют Как пример, лыжный забег, он же проводы русской зимы Для каждого своя дистанция, а вот эмоции общие В местной администрации считают, что такой комплексный подход поможет и в работе с трудными подростками Но чтобы работа была действительно эффективной, чтобы ее хватало надолго Нужно, чтобы ребята были задействованы именно в военно-патриотическом клубе Или в каком-то объединении, либо в дворовом отряде, либо в творческом объединении Чтобы он был постоянно чем-то занят, и чтобы рядом был человек, который его направляет в правильное русло Как помочь тем, кто оказался в трудной ситуации, сделал выбор не в пользу здорового образа жизни И в раннем возрасте приобрел вредные привычки Обсуждают на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Под председательством главы муниципального района Волжский Самарской области два раза в месяц Двое условно осужденных детей и двое сейчас на учете, которые у нас вернулись из колонии С ними тоже мы организуем работу по социализации Это бытовое, социальное устройство, продолжение обучения, трудоустройство Это обязательно патронаж семей, в которых воспитываются эти дети Об эффективности работы комиссии по делам несовершеннолетних говорят цифры В 2016 на территории Волжского района было зафиксировано 37 преступлений, совершенных подростками В 2017 цифра сократилась почти вдвое Заметно меньше стало и случаев жестокого обращения с детьми К профилактической работе подключают и правоохранителей Если у нас поступает информация, что дети остались одни, без присмотра Или там, например, папа хулиганит То всегда на наши сообщения реагирует также и центр семьи, и комиссия по делам несовершеннолетних И уже осуществляем выезды в семью мы совместно Местная администрация уверена, что благодаря комплексной работе им удастся подобрать ключик к трудным подросткам Разбудить в них интерес к общественной жизни района Пока на этом месте рядом с Домом культуры села Воскресенко Лишь занесенная снежным покровом земля и заросли деревьев Но вскоре здесь появится большая парковая зона с каменными дорожками, лавочками, а также спортивными и детскими площадками Вся территория преобразится благодаря проекту формирования комфортной городской среды И желательно, чтобы, конечно, все сделали С внуками хоть выйти, погулять А то даже, честно говоря, приходится в парк Гагарина ездить, это далеко Пять внуков, все-таки все мальчики такие На благоустройство претендовали три общественно значимые территории Местный парк Мемори, улица Ленинская и пространство возле Дома культуры Выбор большинства воскресенцев пал на третий вариант Было решение жителей о том, что мы все, значит, инициативно и полными семьями пойдем и проголосуем Так как было заявлено, что больше всех, значит, кто проголосует по процентному состоянию То и поселение выиграет в этом году делать именно эту территорию Здесь можно будет не только отдыхать всей семьей, но и смотреть праздничные выступления и концерты Рядом построят большую сцену Такая задумка появилась у жителей уже давно После реконструкции Дома культуры Если вы посмотрите на наш новый Дом культуры, который действительно является комфортным И в котором занимается более двухсот детей И работают шесть коллективов, очень активно Но мы не имеем концертной площадки Теперь благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды Идея построить новую площадку воплотится в жизнь Культура у нас все-таки впереди планеты всей Для того нам необходима концертная площадка Это сцена, которая предусматривает тротуары, скамейки, освещение, озеленение Мы его рассматриваем как вот такую вот парковую зону Как преобразится значимое для местного населения пространство Пока можно судить только по эскизам Схематично и детально жители прорабатывали расположение всех объектов В мае месяце нам обещали, что уже пройдут торги И соответственно после торгов будет какое-то движение Мы конечно этого очень ждем, все жители ждут Благоустроены в Воскресенке будут не только общественно значимые пространства, но и дворы Мы все дома вошли у нас, но она идет программа до 22 года И мы планируем, что до 22 года мы все придомовые территории приведем в порядок Всего в проект по благоустройству вошли 35 многоквартирных домов По каждому из них будет произведен определенный вид работ Это асфальтирование, там например дворовых проездов Значит спортивные например или детские площадки вокруг домов Освещение, урны, лавочки, озеленение Вот в эту программу мы тоже вступили Все пожелания инициативных сельчан отразились в этой программе Теперь осталось лишь дождаться начала работ по проекту А уже осенью воскресенцы смогут отдыхать в обновленном парке целыми семьями Командный дух, проектная деятельность, общественно полезная работа Эти понятия окружают детей в сухой визовке уже со средней школы Все благодаря особому подходу к образованию Скромные идеи и начинания с каждым годом становятся все серьезней А школьные проекты из обычных домашних заданий перерастают в настоящее дело Где-то с 6 по 9 класс мы изучаем по модулям социальное проектирование И мы учимся как работать над социальным проектированием Выходя к 10 классу, каждый 10 класс каждый год у нас выполняет большой социальный проект Который направлен на то, чтобы решить проблемы нашего поселения или нашей школы Такая система действует уже 6 лет, в год по проекту За это время 10 классники занимались экологией, социальной работой и историей родного села Школа в сухой визовке носит имя Гавриила Васильевича Жукова Уроженца села Березовый Гай, ныне Волжского района Самарской области Вице-адмирала Красной армии Он воевал в Испании в годы Великой Отечественной войны Героически защищал Одессу и Севастополь Школьники своими силами по крупицам собирали сведения о героях-земляках А потом и средства для проектировки и изготовления памятных табличек Сегодня они украшают фасад здания Последний же проект связан скорее с настоящим временем Это реконструкция спортивной площадки недалеко от школы Сама площадка существовала уже давно Однако для всех не подходило Заниматься спортом, развлекаться и отдыхать На ней было удобно скорее старшеклассникам, но никак не малышам Проект как раз и решил эту проблему Она уже была оборудована давно Были сделаны турники Это было сделано учителем физкультуры Петлеровым Олегом Васильевичем Им помогли организаторы колхоза «Победа» Они выделили средства В то время трупов очень много всего было А в этом году мы убирались, красили ее, делали некоторые сооружения Сейчас большая часть трудов школьников скрыта под снегом Заметны лишь турники с новенькой краской Пока погода не дает продолжить работу Дети защищают ее на конкурсе социальных проектов «Гражданин» Окружной этап уже пройден, заняли первое место Впереди областной Сейчас идет подготовка А десятиклассники уже делятся планами на ближайшее будущее Дел еще много Мы уже успели сделать на игровой площадке песочницу Также автомобиль, ну детский, веселый счет и гусеницу Сейчас этого не видно, так как уже засыпано все снегом Но после того, как снег сойдет Мы будем продолжать делать шумовую стену для того, чтобы дети могли развиваться Также стену для рисования И стену для геометрических фигур Финальной точкой проекта станет забор Инициативу уже поддержали в местной администрации Правда, возводить ограду придется своими силами Работы активисты не боятся Организация и воплощение в жизнь таких проектов для них удовольствие Главное принести пользу родной земле А уж за этим, возможно, и победы в конкурсах подтянутся Федеральным законом от 19 февраля 2018 года номер 35 Внесены изменения в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации В части освобождения от уголовной ответственности По делам о преступлениях в сфере экономической деятельности Часть 3 статьи 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Дополнена положениями, в соответствии с которыми граждане Могут быть освобождены от уголовной ответственности За преступления в сфере экономической деятельности если указанные деяния были ими совершены до 1 января 2018 года. С учетом поправок лицо освобождается от уголовной ответственности при выявлении факта совершения им до 1 января 2015 года либо до 1 января 2018 года деяний, содержащих признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 193, частями 1 и 2, статьями 194, 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. При условии, если это лицо является декларантом или лицом, информация о котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с федеральным законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов вкладов в банках и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации. Федеральный закон вступил в силу с 19 февраля 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова